Движение первых – это сотни уникальных программ воспитания и становления личности активного молодежного сообщества. Быть участником движения – это выбор сильных людей, готовых вписать свое имя в историю России. А началось все с наблюдательного совета «Россия – страна возможностей» 20 апреля 2022 года. Школьница Диана Красовская рассказала о своей мечте. Было бы здорово, если появилось наше обще-детское движение, которое нас всех еще больше объединяло. Президент России Владимир Владимирович Путин идею поддержал. Законопроект о создании общероссийского движения детей и молодежи не заставил себя долго ждать. Отныне 20 июля 2022 года – день рождения движения. Оно объединяет все молодежные организации страны. В Тамбовской области на данный момент открыто 220 первичных отделений движения первых. А это несколько десятков тысяч человек. В основном это дети, но все активнее к ним присоединяются и взрослые, которые помогают молодому поколению двигаться вперед. Детская организация – это система наставничества, и поэтому задор в глазах, совместные коллективные творческие дела. Это не только песни, танцы и пляски, но действительно помощь району, школе, области в целом. На личном примере должна заряжаться других именно на начинание. Как мы сейчас говорим о том, что движение открывается в каждой школе, в каждой организации, в доп. образовании. Как раз, наверное, доступность – это второй фактор. Ну и, конечно, нужно найти себе наставника, который поможет в своем развитии. Мария Федотова в детской организации уже 4 года. С появлением движения первых ее жизнь изменилась. Оно дало возможность ей стать лучшей версией себя. Ну, это интересно, это здорово, это новый опыт, это новое знакомство. Это просто интересно, потому что, ну, что еще, чем еще заняться в школьное время? Получать какой-то новый опыт, какие-то новые знания – это всегда здорово. Совсем скоро мы готовим посвящение в движении старт деятельности. У нас в городе проходит и КВН, и Актив Коннект – это мероприятие, в котором мы просто приглашаем к себе на мастер-классы по разным управлениям ребят из школ. Мы с ними тоже общаемся, проводим какие-то интересные мероприятия, приобщаем их тоже, так сказать, к движению. Программа муниципальной мастерской состояла из творческих блоков с технологиями открытого пространства. Ребята знакомились друг с другом, обменивались опытом, объединялись в команды. И это лишь малая часть того, что для них было подготовлено. Ребята прослушивают небольшой этический курс по основам детского самоуправления. И используя два новых метода, которые мы практикуем в детских организациях по генерированию идей. Это метод планирования с точки зрения метода ИСАКИ – это рыбья кость, когда ребята самостоятельно будут наращивать тело рыбы своими идеями. И второй метод профилактического ящика, когда создадут интересную таблицу по формированию работы в советах первых на местах и местных отделениях в целом. И увезут эти идеи к себе в территории. Участники мастерской обсудили, какими будут детские советы, их основные функции и возможности самоуправления. В конце разработали концепцию того, как могут быть организованы детские советы уже на своих территориях. Елена Хромова, Александр Чекмарев, Ромазан, Рыжимагомедов. Область новостей.